На выборах президента 12 декабря будет работать система видеонаблюдения. Камеры уже установили на всех избирательных участках. Ирина Руснак с подробностями. Видеокамеру на избирательном участке в столичном дворце культуры установили два дня назад. Такие же камеры уже есть еще на 254 участках по всей республике. У нас установлена видеокамера. Она включается в день голосования 12 декабря. Она работает на протяжении всего дня голосования? Всего дня, да. С 6 часов утра, когда мы открываем, до пока мы почитали все голоса. Это может быть до 12, сколько там бюллетеней было у нас. В обзор камеры попадает все помещение избирательного участка, кроме кабинок для голосования. Там съемка запрещена. Работать видеонаблюдение на участках будет только в основной день выборов – в воскресенье. Потом происходит изъятие карты памяти, о чем составляется акт. И этот акт с видеокартой прикладывается уже со всеми документами в ЦИК. Камеры на избирательных участках для Приднестровья практика не новая система работы с 2011 года. Вот это видеонаблюдение – один из аспектов открытости и гласности. Оно позволяет фиксировать все происходящее на избирательном участке. И впоследствии эта видеозапись подтверждает все происходящее на избирательном участке, хранится в ЦИК. Кроме того, право осуществлять фото-видеосъемку законодательством нашим предоставлено и наблюдателям в помещении для голосования. Члены избирательных комиссий сейчас каждый день дежурят на участках, принимают звонки от тех, кто 12 декабря хочет проголосовать на дому. Еще многие сейчас приходят проверить, есть ли они в списках. В этом случае открываем сейф, достаем списки и показываем таким образом человеку, чтобы было видно только его данные. То есть все остальные фамилии мы прикрываем листиками, находим его и он смотрит, что да, он в списке есть. На самих участках последние приготовления. Кабинки для голосования уже на месте. Завтра поставят столы для комиссии и урны для голосования. Начиная с пятницы 10 декабря на всех избирательных участках можно будет проголосовать досрочно. Для таких избирателей уже установили информационные стенды с информацией о кандидатах. Чтобы проголосовать досрочно, нужно обратиться к члену избирательной комиссии, написать заявление. Дальше вы получаете бюллетень и все, можно делать свой выбор. На этих президентских выборах на досрочное голосование в территориальных избиркомах и на участках отвели больше дней. Расширили и список голосующих досрочно. Это те, кто занят на работе и на службе, а также студенты из общежитий, кто на выходные уезжает домой. И еще одно отличие этих выборов. Проголосовать досрочно в пятницу и в субботу можно будет до восьми вечера. Ирина Руснака, Андрей Овчинников, ТСВ.